Вот так, ребят, да, мы добрались до города Санта-Моника. Это начало большого Лос-Анджелеса. Венис, бич, знаменитый пляж. К сожалению, мы приехали уже после захода. Вот там видно, он уже практически, ну, солнце совсем недавно село, где-то 6 часов вечера. Мы планировали здесь быть в час дня, но вся Калифорния утопает в пропах. Вот это, за витриной стоит велосипед. Стоит он 7800 долларов. Но он там, по-моему, какой-то на батарейке, модный, современный. Высокотехнологичный. Но стоит он тоже очень высоко. Мы идем по Мэйн-стрит. Города Санта-Моника. Пилосик мы в ликере нашли. Старый Распутин. Четыре бутылочки. Занят с двумя. Прикольно. Сразу первое впечатление от Венис бич. Просто он весь пропах планом. Курят здесь все. Ребят, продолжается наше состояние в пробках. Тут даже вечером все это делало. Но зато здесь вот такие вот машинки приятные, как в Феррари. Можно посмотреть. А так город стоит всегда. Мы все еще в Санта-Монике. Находимся. Сейчас пойдем, зайдем в Старбакс. Потому что я хочу залить видео, которое у меня уже давно готово. Но никак не можем найти нормального подходящего интернета. Поэтому сейчас заедем, будем заливать видео. И думать, куда мы поедем, что посмотрим в Лос-Анджелесе. Блин, на улице вообще жара такая, что караул. Мы с ним окошко. Печет, честно, очень сильно. Взяли Старбакс, Мока, пропучино. Ледяное вообще очень круто. Такую погоду. Здесь народу много, кстати, считается. Все в основном сидят за компьютерами. Мы, кстати, тоже сюда пришли только ради этого, чтобы очередной ролик залить. Я, ребят, пока у меня заливается видео в Старбаксе, оставил там Танюшку с компьютером. Немножко посеять. Сам хочу пройтись по улочкам немножко Санта-Монике. Поснимать. Вот. Ну, что могу сказать. Погода очень жаркая. Очень тепло. Но, так как влажность здесь не такая большая, то, в принципе, дышится довольно легко. Я иду по улочкам таким, наверное, не самым туристическим. До Венес-Бич и Мейн-Стрит. То есть нужно какое-то время еще добираться. Вот. Ну, зато можно посмотреть, как здесь люди живут. То есть вдоль жилых кварталов я прогуливаюсь. Трудно сказать, да. Весь город, он как бы там туристический. Но он на самом деле такой большой, широкий. Трудно вообще определить границы Лос-Анджелеса. То есть, по идее, вот Санта-Моника это уже Лос-Анджелес, хотя имеет свое название городок небольшой. Тот же Беверли-Хиллз, Голливуд и прочие разные. Там, Сан-Диего. Я не знаю, входят ли они в состав большого Лос-Анджелеса или не входят. То есть такая система немножко запутанная. Поэтому будем считать, что мы гуляем по Лос-Анджелесу. И смотрим, что здесь есть. Ну вот я иду по такому жилому райончику. Здесь тенек, который вот такие вот деревья создают. И оттого очень комфортно идти. Вот в тенке очень комфортно. Нету вообще ощущения жаря. Я вот вспоминаю Флориду. Ну, не в обиду тем, кому Флориду нравится. Я ее не хочу как-то там сказать, что это плохое место. Просто, по моему ощущению, там очень тяжело находиться. Дышать нечем. То есть влажность очень высокая. Просто вот так вот по улице идешь, даже вечером все-то весь сырой. То есть, ну, и никакого удовольствия это абсолютно не доставляет. По моему мнению. Да, там красиво тоже, зелено. Но, блин, там очень скучно, по моему мнению. И очень жарко. Вот. Мое мнение. Не надо там обвинять меня, что я там нарочно стараюсь очернить там Флориду. Особенно тем людям, которые она нравится. Безумно большое количество людей, кто просто влюблены во Флориду. Я просто к их числе и отношусь. И Таня со мной в этом плане согласна. Мы там побывали. Лос-Анджелес это... Ну, то, что мы успели, по крайней мере, увидеть, прокатившись сюда по Майн-стрит. Тусовая улица, да. То, что просто огромные толпы ходят, пробки. Все идут тусоваться, все едут куда-то гулять, в бары. В общем, здесь тусовка. Жизнь бьет ключом. Кругом очень весело. Ну, вот такой, да, этот райончик. Приятный. Такие одинаковые деревья. Голые стволы. И листва там где-то наверху в шапках. Вот такие домики здесь есть. Ну, смотрится красиво. Цветут различные цветы. Пусты. Вот там вот кактусы разные крутые. Ну, так вот, вернемся к тусовкам. И к этой такой веселой, задорной жизни в Лос-Анджелесе. Которую мы успели за один вечерок понять. Ну, вот, смотрите, мы сюда зашли в ликер-стор. Взять по бутылочке пива. И у нас не спросили... У меня я покупал, у меня не спросили ID. Всегда везде спрашивают. Даже, блин, тебе там на 40 лет ты будешь выглядеть, я все равно спросила, айди. Вчера не спросили. Это было рядом с Венис Бич. То есть там такая атмосфера в тусовке. Люди там развлекаются, расслабляются. Выпиваю спокойно вино, пиво. Просто очень сильно пахнет травой. Запах стоит такой, что... Такое ощущение, что за каждым углом просто люди стоят, раскуриваются. И просто запах марихуаны, запах гашиша, он везде присутствует. Это очень сильно бросается. Ты это сразу ощущаешь. От этого невозможно скрыться. Вот. Ну, то есть это о многом говорит, да? Ну, здесь легавая. Здесь люди отдыхают. Веселятся, расслаблены номер жизни. Очень много людей катаются на скейтборде. Бегают, там, спортом занимаются, да? А при этом отрываются в плане алкоголя и каких-то легких наркотиков. Вот такая, в общем, здесь атмосфера кругом. Ну, и такой, конечно, южный южный городок. То есть все, да? Пальма вот эта, все солнышко. Все таких цветов, там немного песочных. Очень много бездомных. Вот, кстати, да? Я сейчас иду. Маленький Дуглас парк называется. Вот лежит один мужчина. Отдыхает. Вот этот тоже я решил отдохнуть. А вот здесь люди играют. Я не знаю, как этот вид спорта называется. Я его даже по телевизору видел. Тут пожилые, в основном пожилые американцы играют в него. Они катают большие шары в каком-то определенной точке. То есть это такой аналог керлинга, только на газоне. И катают здесь не большие каменные фигуры, ладьи, как они называются. Большие камни, точеные, да? Они здесь катают шарики. И вот нужно кинуть мячик таким образом, чтобы он остановился как можно ближе к маленькой белой отметке на другом берегу. На другом конце поля. Вот такие вот развлечения у людей здесь. Девчонки лежат, загорают. Пожилые люди тоже. Ну, здесь черепашки маленькие, рядом с уточками. Вон на том камушке черепашки побольше. Уточки людей не боятся. Вот я хожу прям рядом с ними, они сидят, но вот единственное, немножко побеспокоил. Ну, черепашки такие большие. Это вот как у нас в аквариуме такие водяные, как это сказать, аквариумные черепашки, только здесь они довольно больших размеров. Вот такие домики здесь стоят симпатичные. Невысокие. Тут таких высоких строений я вообще практически не вижу в этом градке. Дальше я иду по жилым районам с Лос-Анджелеса, в частности Санта-Моники. Вот. Такие дворики у людей, маленькие, скромные домики по весьма нескромной цене, как мне кажется. Ну, вероятно, все-таки Лос-Анджелес город весьма небюджетный. И вот эти вот маленькие дома, я уверен, имеют очень немаленькую стоимость. Да, вот в этом районе, конечно, жизнь такая очень спокойная, размеренная. Я иду, я практически никого не встречаю на самом пути, вот только мама прошла со своим маленьким ребенком, прогулялась. Вот. Ни машины, ничего. То есть такой уголок спокойствия. Пожилые люди, может быть, живут. Сейчас выходной, наверное, все просто отдыхают, может быть, поехали на океан. Да, вот немножко Англии, но, конечно, выглядит это здесь намного все ужаснее. Это помойка, а не телефонная будка. Сама другая товарища сидит с самым прожиткой. Снова я гуляю по улицам Лос-Анджелеса. Все потому, что у меня продолжают уже, я не знаю, который час заливаться на видео, на канал. И просто уже, ну, скучно там сидеть рядом в этом старбуксе, я решил немножко еще раз пройтись по окрестностям. Вот. Я вот, и это меня навеяло на мысли, немножко там остановиться на вопросе интернета в Америке. Сравнивать я буду его, естественно, с Россией, потому что я там, ну, я сам оттуда. Жил я в Москве, вот. Ну, и во многих крупных городах я был по работе. Вот. Имею представление, как с этим, да, то есть мы посмотрим, немножко остановимся на мобильном интернете и интернете, как вот в заведениях, может быть, на улице и домашнем. Я углубляться не буду в детали, вот, я немножечко просто про цены скажу и как, как вообще мне видится качество. Вот. Сравнение с Россией у Соединенных Штатов будет не в пользу Соединенных Штатов, по моему мнению. Дело в том, что помимо того, что интернет здесь дорогой, как мобильный, так и домашний, так еще к всему этому он не такой уж и качественный. Я использовал интернет домашний в Нью-Йорке, интернет домашний в Филадолфии, также у меня было два оператора сотовой связи. Ну и, соответственно, я часто захожу в различные заведения и где пытаюсь поймать какой-то интернет. Так вот, если брать мобильный интернет, он здесь дорогой, это где-то, наверное, начиная от 40 долларов в месяц и выше, у вас всегда будут безлимитные звонки и смс, но интернет будет лимитирован в любом случае. Начиная от 1 гигабайта и, наверное, на 10-15, но это уже, наверное, будет стоить где-то 100 долларов, может быть, и больше. Ну, средняя цена где-то 50-60 долларов за более-менее нормальное количество гигабайт. все, естественно, очень сильно зависит от операторов и качества связи. Естественно, если собрать лидеров там, и ТНТ, и Verizon, там все дела встает так, получше. Я использовал оператора Simple Model и T-Mobile. T-Mobile был получше, Simple Model могил похуже. То есть, именно качество он не везде ловит, частенько пропадает. Вот. Ну, в целом, 4G, да, если в городах, то он практически всегда ловит. что касается интернета домашнего. Также он стоит от 50 долларов, более-менее. Как правило, его все стараются втюхать с телеканалами. Что там? Трат телефон, телевидение, интернет. Его обычно такой троицы предлагают постоянно. Вот. Но я брал только интернет в Нью-Йорке и Флоделфии. Где-то и там, и там я платил по 50 долларов в месяц за скорость в районе 50 мегабит в секунду. Не всегда он, скажем так, был с такой скоростью. Он подключается никак у нас. Не вот в дом приходит оптоволокно, там стоит, как правило, тарелка спутниковая. Вот. От нее уже, к ней уже напрямую подключается как-то роутер большой. Вот. Ну, потому что здесь у нас преобладают все-таки дома многоквартирные, да, и там еще оптоволокно к дому многоквартирному провести проще, а там уже витой пары разбросать по квартирам. Здесь все не так. Здесь вот, как видите, дома в основном такие маленькие, частные. Даже мы мимо идем, так, в принципе, везде в Америке. И везти везде оптоволокно будет дико дорого, поэтому они этого не делают. Делают это через путник. И отсюда, наверное, потеря какая-то качество. Мое мнение, вот я как пользователь, меня не очень это дело устраивало. что касается заведений. Не во всех он, в принципе, есть, а скорость так вообще беда. Вот я уже, я не знаю, я пытаюсь залить ролик, уже, блин, прошло, наверное, 2 часа, 3 гигабайта, 3,5 гигабайта я заливаю, там мне только 40% загрузилось, но я уже хочу просто добить это дело до конца, довести, потому что ну сколько времени потрачено, сейчас это все дело сворачивать, потому что никуда не годится. Вот все, что я это говорю, там меня, честно, вообще очень удивило, потому что даже в Силиконовой долине, там, в Сан-Франциско, там, где самые крупнейшие IT-компании собраны, вот у меня всегда было ощущение, что в Америке уж, наверное, интернет, он просто вообще везде, отовсюду, ты просто его даже не подключать не надо, он у тебя сразу в телефоне чуть ли не продается, вот бесконечный и очень скоростной и так далее. Да блин, нифига, далеко не так. Вот сейчас практически вторая половина февраля, эти растения уже вовсю цветут, скоро, мне кажется, уже они даже отсветут, а весной еще и не началась, календарная весна, потому что здесь я эту весну не назвал даже, потому что здесь уже вовсю лето. Знаешь, Калифорния штат, блин, вечного лета, мне очень нравится на самом деле здесь погода, сухо, комфортно, есть чем дышать, вот это для меня крайне важно, я очень трудно переношу влажность, мне, ну я совершенно не могу ничего делать, дышать нечем, нет никакого настроения, вот, здесь обратная ситуация, здесь очень классно, мне погода очень нравится в Калифорнии, ну, в особенности, наверное, в Северной Калифорнии, все-таки там посимпатичнее, там гораздо больше зелени, там еще свежее, но я не знаю, вот мы, кстати, попали туда зимой, говорят, что на самом деле там влажно, возможно, это так, мы, честно говоря, этого не заметили, может быть, летом, там уже, когда жара вовсю шпарит, тогда там действительно очень влажно, но пока я не могу сказать так, я этого не видел, я этого не ощущал, о, я, кстати, пока стоял, разговаривал, я сидел на автобусной остановке, просто вот хочу показать, как это выглядит, вот автобусная остановка, то есть общественный транспорт здесь тоже есть, конечно, не так раз, как в Нью-Йорке, но есть, и вот такие стульчики, ожидаю, ожидаю, можно присесть, такие рядом столики, какой-нибудь напиток поставить, кстати, очень удобные, я сижу, мне нравится, вполне комфортно, но, как вы понимаете, больше двух человек здесь не сядет, ладно, посидели и хватит, вот еще, да, здесь есть расписание, маршруты, то есть, какие-то ссылки на приложение, где все это можно делать, посмотреть, где твой автобус, через сколько он придет, и так далее, вот такая инвалидная коляска в виде байка, снова вот эти вот деревья, их здесь очень много, на сегодняшний день, ну, они смотрятся очень красиво, мне нравятся, то есть, такие голые стволы, и большие, большие зеленые шапки сверху, такой приятный тенечек создают, так, нам надо дорожку перейти, нажмем кнопку, через кокс работает, обычно вот в Англии, кстати, вот такую штуку нажимаешь, и, я не знаю, вообще работает, не работает, там можно все еще стоять, минут 20, ничего не будет включаться, вот, в некоторых я здесь видел, в местах, в принципе, реагировал быстро, то есть, только нажимаешь, и сразу, белый человечек появляется, который говорит о том, что можем переходить, но здесь вот тоже, это Санта-Моника-Бульвар, наверное, очень востребованная улица, поэтому он здесь, так оперативно не реагирует, вот я нажал, так, как видите, ничего не происходит, немножечко вспоминая Манго, английский город, вот, знакомый уже до боли вой сирен, пожарной машины, куда-то она поспешила, надеюсь, ничего серьезного не случилось, но, они выезжают, на самом деле, на все вызовы, то есть, если плохо, человеку стало, еще какое-то происшествие, потому что у них есть, все необходимое, для оказания первой помощи, и все службы, обязаны, по вызову, откликнуться, то есть, часто может, такое случиться, что просто стало плохо, человеку, а на место приехала, и пожарная, и скорая, и полицейские, то есть, кто находится ближе, к пострадавшему, тот, должен первый приехать, вот, то есть, и поэтому такое ощущение, что всегда в городе, что-то творится, потому что, вой сирен, они намного громче, например, чем, чем вот я вспоминаю в Москве, в таких автомобилях, оборудованных спецсигналами, вот здесь, это намного все громче слышно, там, я не знаю, за пару-тройку улиц, как несется машина, той или иной службы, вот, ну, это хорошо, потому что тебе приедут, тебе помогут, машины ездят везде, всегда патрулируют, не дай бог, что произойдет, к тебе обязательно примчатся помощь,